В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко. Здравствуйте! Президент Украины прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании Европейского совета. Во время саммита Украина подписала три соглашения по безопасности с Евросоюзом, также с Литвой и Эстонией. В частности, договор с ЕС впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов предоставлять Киеву широкую поддержку. И в Брюсселе работает специальный корреспондент телеканала «Фридом» в Европе Виталий Сизов. Он узнавал все подробности. Виталий, здравствуй и тебе слово. Да, здравствуй. Действительно, сегодня проходит встреча лидеров Европейского союза, лидеров стран-членов ЕС. На повестке дня снова Украина, конечно же, это главный вопрос. Это и военная помощь через Европейский фонд мира, где Венгрия продолжает блокировать почти 7 миллиардов евро. И прогресс в использовании процентов от замороженных российских активов. И будущее членство Украины в Европейском союзе. Для участия в заседании прибыл и президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил европейских лидеров и еврочиновников за старт переговоров о вступлении в Европейский союз, которые были официально открыты во вторник, 25 июня. Но в то же время он напомнил и о необходимости ускорения военных поставок. Начало переговоров очень важно для всех нас, для всей Украины, поверьте мне. И, конечно, нам нужно работать над следующими шагами. Вы всегда говорите, что мы слишком спешим, но нам это нужно. Поэтому мы сегодня обсудим с лидерами, каковы наши дальнейшие шаги. И, конечно же, что касается неотложных дел, то это вопросы нашей обороны. Это вопросы пакетов помощи. Спасибо всем партнерам за все, что мы подписали и приняли. Но все это нам надо срочно на поле боя. Затем состоялось подписание договора о гарантиях безопасности с Европейским союзом, а также таких же договоров отдельно с Эстонией и Литвой. ЕС объединяет 27 государств, и не все из них подписали двухсторонние соглашения, хотя многие это сделали. Поэтому так важен общий документ на уровне Европейского союза. Текст соглашения между Украиной и Европейским союзом пока официально не опубликовали. Но то, что известно, это то, что Евросоюз обязуется поставлять Украине оружие через Европейский фонд мира, обучать военных, и Евросоюз будет помогать в разминировании территории, а также сотрудничать в сфере оборонной промышленности. В случае будущей агрессии против Украины, Европейские союзы Украины должны провести консультации в течение 24 часов. Президент Европейского совета Шарль Мишель рассказал, какие дальнейшие шаги по помощи Украине будут приняты со стороны Брюсселя. Мы также работаем с партнерами по Большой Семерке над предоставлением дополнительного пакета в размере 50 миллиардов евро. Я думаю, чрезвычайно важно, чтобы вы дали сигнал о том, что Россия вас не запугала, что вы абсолютно мотивированы и решительны. Потому что мы знаем, что если украинцы сражаются, чтобы защитить свое будущее, будущее ваших детей, если вы боретесь за защиту своей земли, вы также боретесь за защиту наших общих ценностей, наших мечтаний о том, как достичь большего мира, большего процветания, большей безопасности. Президент Украины напомнил о важности не только прямой военной помощи, но и сохранения и соблюдения санкционного режима в отношении Российской Федерации. Я думаю, что есть момент рисков с определенными санкциями, что мы видим, особенно с некоторыми российскими олигархами. Вы знаете, что эти ограничения были наложены в отношении этих олигархов. И теперь мы видим риск того, что некоторые санкции будут сняты. Украинская тема стоит первой для обсуждения, но европейские лидеры говорят не только о ней. На этой встрече они должны обговорить кадровые вопросы, и они тоже касаются Украины. Распределение руководящих должностей в Европейском Союзе в следующем институциональном цикле. После Европейского Совета президент Украины посетит штаб-квартиру НАТО, где встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Пока в НАТО не раскрывают детали этой встречи, но, естественно, это штаб-квартира НАТО, и будут говорить о поставках вооружений. Студия. Спасибо тебе, Виталий, за подробности. Это был специальный корреспондент телеканала «Фридом» в Европе Виталий Сизов из Брюсселя. И перед визитом в Брюссель президент Украины посетил Львов. В частности, он побывал на Марсовом поле, где почтил память погибших украинских защитников. Процедирую. «Помним, какова цена свободы, независимости и будущего для нашего государства. Никогда не забудем каждого и каждую, чьи смелость и сила приобретали волю для Украины», подчеркнул Владимир Зеленский. Украина получила от Европейского Союза транш финансовой поддержки в размере почти 2 миллиарда евро. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, общая бюджетная помощь ЕС с начала этого года уже достигла почти 8 миллиардов евро. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о долгосрочной поддержке украинских перемещенных лиц. Документ поддержали 56 делегатов. Принятая резолюция, кроме прочего, содержит положение о социальной помощи и выплатах для украинцев. Больше подробностей в прямом включении из Страсбурга расскажет мой коллега, корреспондент телеканала «Фридом» Олег Борисов. Олег, добрый день и ждем подробности. Приветствую, Анна. Очень рад видеть вас и всех наших зрителей. Да, вы все правильно подметили, более подробно прямо сейчас об этом и расскажу. Сегодня была принята резолюция. Абсолютным большинством она была проголосована всеми делегатами разных парламентов, разных стран. Резолюция имеет очень долгое название, но если очень коротко, это поддержка как внутренне перемещенных лиц, на чем я акцентирую внимание, так и временно перемещенных лиц. Речь идет о людях, которые, об украинцах, которые живут временно на территории Европейского Союза. Тут речь идет и о поддержке дальнейшей о выплатах, о социалке. Также речь идет о помощи с жильем, запуском бизнеса. То есть полная поддержка украинцев тут, на территории Европейского Союза, для того, чтобы комфортно себя чувствовали и понимали, что их жизнь не останавливается, а продолжается, и Украина их всегда ждет домой. И тут также речь идет в этой резолюции о денежных выплатах по возвращению украинцев домой после завершения войны. Очень много юридически важных аспектов прописано в резолюции на нескольких страницах. Драфт резолюции, сейчас уже в резолюции. Абсолютно все украинские правки, на чем стоит акцентировать внимание, были также утверждены и проголосованы всеми представителями делегаций. Мария Мезенцева, глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, рассказала нам в интервью, что очень рада результатами этой, можно без привлечения сказать, украинской недели в парламентской ассамблее Совета Европы. Давайте прямо речи послушаем. Эта неделя результативная, важная и украинская. Новый генеральный секретарь подтвердил, что вопросы внутрешне перемещенных украинцев, внешне перемещенных временно украинцев и детей остаются в топ-3 приоритетах наряду с созданием спецтрибунала, который эта организация под его руководством далее будет проводить в рамках специальной рабочей группы. Здесь идет удар на образование, на финансовую поддержку и продление программ Евросоюза, на которые уже было выделено 4-5 миллиарда евро, спецпрограмма, которая действует для всех украинцев. Это, конечно же, вопрос возвращения домой, поэтому мы говорили и о ВПО, и о категориях, которые сейчас в плену России. Это и детки, и взрослые. И также продолжается здесь работа. Сегодня также ударный день в парламентской ассамблее Совета Европы уже в разных кулуарах и в разных комнатах. В свою очередь сегодня также прошел ивент, который касается украинских детей, а именно их возвращение с временно оккупированных территорий Украины и с территории Российской Федерации. Продолжается поиск механизмов по возврату украинских детей. Были представлены также перед всеми представителями разных делегаций разных стран истории украинцев, украинских детей, которые пережили оккупацию, которые были возвращены домой в Украину. Ну и, конечно же, сейчас нарабатывается механизм того, чтобы не единичные случаи были возврата украинских детей, а чтобы этих детей возвращать как можно больше и как можно скорее. Работа продолжается. Больше подробностей в следующих выпусках вам расскажу. Но пока что слово вам в студию Киева. Спасибо огромное, Олег. Корреспондент телеканала «Фридом» Олег Борисов был с нами на связи, рассказал о принятой по сей резолюции, о долгосрочной поддержке украинских перемещенных лиц. 71 боевое столкновение произошло с начала суток на передовой. Найбольшую активность российские войска проявляют на Торецком и Кураховском направлениях. Там происходит половина боев, говорится, в сводке генерального штаба ВСУ. Большинство штурмов противника украинские защитники отбили, а у захватчиков значительные потери. На Харьковском направлении ведутся бои в районе Волчанска, на Алиманском российские оккупационные силы уже пять раз пытались продвинуться, но тщетно. Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1260 российских оккупантов. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Потери армии РФ в войне против Украины составляют 539 320 человек. Украинские военные уничтожили три танка, девять боевых бронированных машин, 42 артсистемы, 24 БПЛА, а также сожгли 61 единицу автомобильной, специальной техники и цистерн. Российские террористы ударили управляемой авиационной бомбой по городу Селидово Донецкой области. Вследствие удара пострадали шесть человек, в том числе дети. Согласно предварительной информации, россияне сбросили на населенный пункт ФАП-500. Боеприпас попал по многоквартирному дому. Пострадали четверо взрослых, а также двое детей. Польша и страны Балтии предлагают построить линию обороны на границе с Россией и Белоруссией. Польша, Литва, Латвия и Эстония направили письмо в ЕС, которая будет обсуждаться на саммите в Брюсселе, сообщает Ройтерс. Лидеры четырех стран, имеющих общие границы с Российской Федерацией и Белоруссией, заявили, что проект, направленный на защиту 27 государств блока, потребует финансовой поддержки всех членов. Они также считают, что возведение оборонительных сооружений должно проходить в координации с НАТО. Речь идет о строительстве 700-километровой линии обороны. Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Белоруссией будет отвечать острой и неотложной потребности обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз. Из письма Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в ЕС. В Польше создадут специальные подразделения пограничной службы, которые будут заниматься охраной границы. Об этом заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Польши Чеслов Мрочек. Он отметил, что сейчас наибольшей угрозой являются попытки мигрантов прорвать границу с территории Беларуси. А полный пакет мер по этому вопросу представят в ближайшее время. Самолеты для патрулирования границы с Россией закупит Финляндия на сумму 163 миллиона евро. Об этом сообщили в пограничной службе страны. В планах приобрести два борта американской компании Sierra Nevada Corporation. Они оснащены передовыми техническими системами и современными датчиками наблюдения, отметили в ведомстве. А новые финские самолеты-разведчики должны усилить безопасность и границ, и моря. Предстоящий саммит НАТО должен обеспечить возможность для интеграции Украины в Североатлантический альянс, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии. При этом НАТО, по словам Джеймса О'Брайена, заинтересован в успехах Украины на поле боя и готов продолжать военную помощь Киеву. Чего Украина ожидает от саммита, расскажет Лариса Петрук. Курс на полноправное членство в НАТО и Европейском Союзе украинский парламент закрепил на законодательном уровне еще в 2019 году. В 2020-м альянс предоставил Киеву статус партнера с расширенными возможностями. А после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину 30 сентября 2022 года, президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В ИСУ на поле боя доказали, что страна не только имеет право на членство в альянсе, но и станет гарантом мира в Европе. Поэтому Киев ждет четких решений от союзников, заявили в офисе президента Украины. Я думаю, что этот саммит заслуживает того, чтобы было твердое решение, в том числе по Украине. Потому что я имею в виду, если у вас нет сильных решений по Украине, саммит будет бесполезен. Любое решение НАТО принимается на основе консенсуса. И мы все это знаем и понимаем, что, может быть, в этот раз консенсус снова будет сформирован в последний день перед саммитом. Игорь Жовква, заместитель руководителя офиса президента Украины, в интервью Reuters. Среди партнеров, которые активно призывают руководство НАТО дать Украине зеленый свет, Франция. В заявлении для прессы после переговоров с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, президент Макрон подчеркнул поддержку перспективы вступления Украины в НАТО. Наша поддержка Украины остается и останется постоянной. И мы продолжим мобилизоваться, чтобы отвечать на ее срочные нужды и нести послание о нашей однозначной решимости быть на стороне украинцев в длительной перспективе. В Вашингтоне мы должны отправить сильный сигнал о продвижении Украины в деле евроатлантической интеграции и в направлении Североатлантического альянса, где ее полноправное место, и о вкладе Украины в евроатлантическую безопасность. Впрочем, пока конкретные условия вступления Украины в НАТО не озвучены. В то же время Альянс гарантирует непрекращающуюся военную помощь Киеву. В частности, НАТО готовится принять эстафету от контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», чтобы возглавить координацию долгосрочной военной поддержки. После встречи с главами внешнеполитических ведомств стран Альянса генеральный секретарь Йенс Столтенберг призвал страны НАТО предоставить Украине ежегодную помощь в размере не менее 40 миллиардов евро. На саммите в Вашингтоне нашей самой неотложной задачей будет усиление поддержки Украины. После полномасштабного вторжения России союзники оказали беспрецедентную поддержку, но недавние задержки привели к реальным последствиям на поле боя. Мы должны дать Украине предсказуемость и подотчетность, необходимые ей для самозащиты. Поэтому я ожидаю, что союзники, когда мы встретимся на саммите, согласятся, что НАТО возглавит координацию и предоставление помощи в области безопасности и обучения военных для Украины. Я также предложил план долгосрочной финансовой помощи Украине. Гарантии предоставления долгосрочной поддержки Киеву особенно важны на фоне грядущих выборов во Франции, Великобритании и США. Скажем, во Франции выборы завершатся 7 июля, то есть на юбилейный саммит НАТО в Вашингтон Эммануэль Макрон приедет, уже зная исход голосования. В октябре пост генерального секретаря Альянса, вероятно, займет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его кандидатуру утвердили все 32 члена НАТО. Ожидается, что официальное одобрение будет оглашено на саммите в Вашингтоне. Давний и принципиальный сторонник Украины, именно он должен будет организовать дальнейшую военную поддержку Киева. Кремль отправил на войну против Украины 10 тысяч мигрантов. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, в России выявили более 30 тысяч мигрантов, получивших гражданство. Согласно Конституции РФ, они должны встать на воинский учет, а в случае необходимости отправиться на войну против Украины. Из-за этого силовики начали отлавливать не вставших на учет мигрантов с российскими паспортами. В свою очередь, и многие иностранцы начали покидать страну-агрессор. Бастрыкин назвал это так называемой фишкой для борьбы с мигрантами. Мы отловили более 30 тысяч человек, получивших гражданство и нежелающих встать на воинский учет. Поставили на учет и уже порядка 10 тысяч направили в зону СВО. Нам говорят, зачем они там нужны. Товарищи, рыть окопы и укрепления создавать, для этого нужны хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют наши тыловые подразделения. Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета РФ. Со слов главы Следственного комитета России, за 4 месяца этого года в Москву, Подмосковье и Петербург приехали почти 3 миллиона мигрантов. Ранее Бастрыкин призывал лишать приобретенного российского гражданства иностранцев, которые уклоняются от воинской службы. А в прошлом году в десятках регионов РФ силовики начали проводить регулярные рейды по выявлению иностранцев с российским гражданством. После отправки в военкоматы их вынуждали подписать контракты с Минобороны и отправиться на фронт. Подробнее эту тему обсудим с нашим гостем. Карим Джон Георов, правозащитник, с нами на связи. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте. По самой отправке мигрантов, процедура, как это происходит? И юридически это вообще как оформляется? О законности я здесь даже не спрашиваю. Давайте начнем с того, что Бастрыкин, по словам мигрантов, имеет те же бывшие наши соотечественники, которые получили российское гражданство. Их можно уверенно говорить россияне, но не как мигранты. Но почему-то это слово, то, что он их называет мигрантами, говорит о том, что российское общество никогда не будет принимать, кроме русских, других, сколько бы они делали, получили бы гражданство, изучали бы язык, делали все как лучше, даже чем сами россияне, они для них никогда не будут россиянами. Если в высших кругах говорят, что они мигранты, хоть с российским паспортом, они никак не могут быть юридической точки зрения, называть их мигрантами. С другой стороны, то, что он заявил 10 тысяч мигрантов, он имеет в виду, что 10 тысяч, которые получили российское гражданство, и не являются гражданами Российской Федерации, и их нельзя назвать мигрантами. По отношению к другим мигрантам, да, после начала войны было такое массовое, что брали и заставляли, когда патенты получали, заставляли. А потом, после наших многократных жалоб писали журналисты, везде выступали, и наши власти вынуждены были делать заявление, что будут сажать людей, те, кто будут участвовать на этой войне, по нашему законодательству. Это пошло на спать. Но после Крокуса теперь это опять началось, и, естественно, как бы заставляет, но кого-то не так сказать, что сильно, как раньше, нет, даже тех, кто вот, то, что они получат гражданство, да, там, из тюрем отправляли. Хотя в законодательстве российском есть четкое понятие, что в случае, если у человека есть непоказуемая судимость, если он там, как бы, его там не амнистировали, там, он никак не может получить гражданство. Кстати, два дня назад я получил, мне отправила заявительница ответа от МВД России о том, что по поводу мужа обращался, что муж может получить гражданство на основании того, что там он воевал, да, там этот. Но там сразу указали другой пункт, что он не может получить, если у него есть непоказуемая судимость, там, или не амнистирован, и, получается, все попадают под этот закон. Хотя мы десятки раз говорили людям, что есть другая часть закона, другая статья, но никто нам не слушал, теперь нам звонят, что их кинули, и как они никак не могут получить гражданство. Ну и при этом знаем о том, что российская армия несет огромные потери, но обходится без мобилизации, пишет издание «Важные истории». И вот по его данным, с осени 23-го года, после контрнаступления ВСУ, были убиты и ранены десятки тысяч захватчиков. Чтобы пополнить личный состав, российские власти используют различные методы. К примеру, принуждение срочников и заманивание деньгами. Отправить солдата срочной службы на фронт можно, если он заключит контракт с Минобороны. Нередко для этого используют физическое давление. В декабре 23-го диктатор Путин заявил, контракт с Минобороны подписали 486 тысяч человек. Заманивают россиян и деньгами. По данным издания, в марте разовая выплата за подписание контракта увеличилась в среднем в полтора раза и составила 225 тысяч рублей. А уровень подготовки этих людей, с которыми отправляют бойцов на фронт, это, по сути, идет как пушечное мясо? Ну, фактически получается так, но в то же самое время я заметил, что они берут даже те, кто в свое время служил и смотрят, в каких частях служил. Естественно, привлекают. Среди наших соотечественников есть многие, которые проходили армию, те, кто проходил условия боевых действий в свое время. В первую очередь это учитывают. Но в основном, да, пушечное мясо. Тоже сколько людей ввозили в Донбасс и Донецк на обычной работе, там, ремонтировать какие-то объекты. А в итоге они то ли окопили, то ли там этот случай, им еще не платили. В этом случае еще угрожали их на передовую бросать. И кого-то там заставляли брать оружие в руки. Поэтому это есть. Но представьте себе, что ситуация дошла до того, что вызывали некоторых руководителей диаспор и заставляли привезти определенное количество граждан. Ход мигрантов, ход бывших наших граждан, которые приобрели российские гражданства, чтобы они пошли воевать. И за это им угрожали, либо мы закрываем ваши диаспоры, или против вас что-то имеем, или вы будете находить столько людей. И представьте себе, что человек находится в Москве, диаспора Москвы, из Владивостока, или откуда-то ищет людей, которые добровольно пойдут служить. А если они отказываются, то что? Если они отказываются, лишают гражданства, лишают видов на жительство РВП. Даже очень массово сейчас люди, которые имеют вид на жительство, хотят получить гражданство, или имеют РВП, хотят получить вид на жительство, их заставляют подписывать договора. В случае отказа их депортируют, и этот запрет пожизненный. А с новым руководством в Российской Федерации, в Минобороны, какие тенденции будут меняться в отношении отправки на фронт? Наблюдали ли? Как думаете, какие прогнозы могут быть? Прогнозы, но опять зависит от того, что будет происходить на войне, на линии фронта. Какие успехи будут у Российской Федерации, какие неуспехи. Если у них будет успех, я думаю, что не так сильно будут привлекать мигрантов. Но если у них будет тяжелая ситуация, они, естественно, будут стараться использовать мигрантов. Но в то же самое время, я думаю, что наши правительственные страны, исходы мигрантов, должны заботиться в первую очередь о своих гражданах. Но если это будет не маленькие, 10 тысяч сейчас заявили, по крайней мере, наши чиновники считают, что это небольшая группа людей, из десятков миллионов, которые есть в России, мигрантов. Но если это будет больше, тогда они вынуждены будут реагировать. И по-любому я считаю, что они должны реагировать, чтобы наши не пошли на эту войну и не стали как бы пушечным мясом. Тем более по всеми международными законодательствами это считается наемницей. И за это наказывают. Что в Таджикистане, что в Узбекистане, что и Украина может подать их в розыск, и их будут ловить по всему миру. Это они только в России могут себя чувствовать безопасность. Если таких мигрантов отправляют на фронт, оспорить это можно? Если да, то где и как? Нет, практически оспорить ничего не получится, потому что все суды в Российской Федерации сейчас, и раньше они как бы боялись Федеральной службы безопасности, беспрекословно, даже когда людям ставили запрет, и ни за что. Судьи не открывали выезды, при том, что жена, дети, все были россияне, он уже жил давно или даже приобрел российские гражданства сразу после развала СССР и не имел российского таджикского гражданства. И таких людей, глав диаспоры, например, Самарской области, взяли таким образом, депортировали в Таджикистан, когда он никогда не был гражданином Таджикистана. А спорить, к сожалению, не получится, тем более, что сейчас приняли в Госдуме новый закон, первым чтением уже приняли, сейчас Совет Федерации, президент подпишет, там есть такой пункт, подпишет мигрант лояльность к Российской Федерации, там есть пункт, где четко указано, что мигрант не имеет права вмешаться и что-то попытаться делать, чтобы изменить законы или что-то в Российской Федерации. Это означает о том, что его будут депортировать, над ним будут издеваться, его будут убивать, отправлять куда-то, но он не имеет права это обжаловать. Получается так. Еще одну информацию хочу с вами обсудить. РФ не отпускает с фронта ни мобилизованных, ни контрактников, разорвать контракт с Минобороны противника можно только по возрасту, пишет издание важной истории. Мобилизованные в 22-м году захватчики воюют уже больше полутора лет, а российские власти дают понять, где мобилизации не ждите. По данным издания, если российская армия будет продолжать воевать так, как в последние месяцы, массовая мобилизация ей не потребуется, то есть власти РФ смогут и дальше компенсировать потери вербовкой контрактников всеми доступными способами. А вербовать среди кого еще могут? И опять же таки, юридическая сторона? Вербоват, опять же, могут наши граждане. Я думаю, и с другой стороны, сейчас в России жизнь очень дорогая стала, но мы знаем, что в России есть очень много регионов, в основном там Дальний Восток, другие стороны, где жизнь не очень хороша, и мы видим, что, например, Тыва, Утмуртия, ну, такие регионы отсталые, Мариев, например, Чуваши, да, но можно сказать, что не русские, да, и в первую очередь будут их использовать большие города или русские населения, чисто русские, хотя, может, их не осталось, чисто русских, но все равно их не будут использовать и постараются по максимуму использовать эти дальние регионы и мигрантов, но мигрантов опять будут дергать в зависимости от того, насколько лидеры этих стран, исхода этих мигрантов будут реагировать на это, будут ли они противопоставали или что-нибудь России или нет, или, ну, опять же, мы знаем, что большинство зависит от Москвы, мы все знаем, что все ключи всех должностей в высшем по всему союзу ключ в Москве, поэтому посмотрим, будут выбирать кресло или выбирать жизнь своих сограждан. Спасибо вам, спасибо за разъяснение, Карим Джон Йоров, правозащитник, был с нами на связи. В этом выпуске я оставлю точку и итоги дня будут в 21.00 по Киеву. До встречи.